Встреча педагогов после летних каникул напоминала встречу добрых друзей после долгого расставания. В холле детской школы искусств, где проходила конференция, педагоги общались и поздравляли друг друга с Новым годом, с новым учебным годом. Далее весь педагогический состав был приглашен в концертный зал школы, где уже глава Ленинского района Олег Хромов поздравил присутствующих и вручил педагогам почетные грамоты Министерства образования и науки, а также грамоты Московской областной думы, главы Ленинского муниципального района, благодарственные письма и подарки. В своем обращении Олег Хромов затронул волнующие жители нашего района темы, такие как ликвидация второй смены в школах, сдача долгостроя 10-й школы в новом микрорайоне завидная, зарплаты работников сферы образования, а также отметил, что более 50% бюджета района расходуется именно на сферу образования. Одной из статей таких расходов теперь станет благоустройство школьных дворов и их доступность всем жителям. Каждый из нас должен понимать, что мы являемся с вами не только должностными лицами, директорами учреждений, педагогами, мы являемся жителями и пользователями тех социальных благ, которые есть на нашей территории. И, соответственно, мы должны, как учили классики, делиться. Делиться всем тем, что мы создаем за счет нашего бюджета. И, соответственно, я хотел бы сегодня публично объявить, что школьные дворы, которые мы будем с вами реализовывать в результате этой программы, должны быть доступны для всех жителей нашего района. Для реализации данной задачи, как отметил Олег Хромов, в том числе необходимо обеспечить освещение школьных дворов, а также работу камер наблюдения. Начальник управления образования администрации Ленинского района Дмитрий Волков рассказал присутствующим о положительной тенденции в работе по сокращению очереди в детские дошкольные учреждения детей в возрасте от 3 до 7 лет. Важной темой этой конференции являлся вопрос о переходе всех школ на новый федеральный стандарт образования, а также дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями. Дмитрий Волков подвел итоги прошедшего единого государственного экзамена. Особо хочется отметить, что экзамен по русскому языку сдали 100% участников ЕГЭ. Средний балл по району 68,67%, что на 5 баллов выше прошлого года. Превышен также средний балл по Российской Федерации, который составляет 65,9. Пятеро обучающихся набрали 100 баллов по русскому языку. Позвольте я их назову. Это, конечно же, Михалёва Мария, 100-бальница Видновской школы номер один. И выпускники Видновской гимназии Пачина Диана, Мамонтов Кирилл, Арнольдова Екатерина. И особо хочу отметить нашу Смирнову Оксану, которая набрала 100 баллов и по русскому языку, и по литературе. Педагоги школ и детских садов отчитались о работе с детьми, проводимой в их учреждениях. Так, в девятой общеобразовательной школе с 2011 года работает программа дистанционного образования. Пятая школа проводит большую внеклассную работу, а педагоги детского сада «Клубничка» ведут активную работу по привлечению родителей в образовательный процесс. И многое другое. В конце мероприятия были подведены итоги конкурса «Учреждение года-2015», по результатам которого лучшие из них получили грамоты и кубки. Считанные дни остались до начала нового учебного года, и педагоги настроены на работу только позитивно. У нас всё получится!